всем привет вас с вами гора гранжи за симулятор скорый плюс номер восемьдесят один спд белгорода у нас электричество 277 и вагоновым составом говори парицы запускаемся внимание впереди красный студент быстро пробегись по ходовой так продовую шкодовую скрыто скрыто уважаемые пассажиры до отправления скорого поезда номер восемьдесят один санкт-петербург белгород остается пять минут поезд стоит на первом пути нумерация вагонов начинается с головы состава просим пассажиров занять свои места опровожающих выйти из вагонов благодарим за внимание а и и и и и и Идем мы на пневматике. Я скачал только недавно этот сценарий. Говорил, что тут будут какие-то неприятности. Ммм, интересно. Что за неприятности нас ждут? Единственная неприятность, то что тут очень медленный график. Но я уже это просматривал. Старое видео Дмитрия Днепровского. Посмотрел, что тут какие-то сильные опоздания после солнца. Или после Шумакова. Вроде после Шумакова. И пойдем медленно. През 8 позиция. Маш максимум шум там. Это если он будет разгоняться. Мы будем стараться держать максимум минус 3 минуты. Опережение графика. Так. У нас вот... Я закачал текстуру. Этот... САУП ЕКС. Или как его называют. Он, правда, не работает, но... Чтоб не был черный экран. Потому что я... Суэй, 741 сценарий... Я проходил... Вроде... На 150... Ой, на 167-ом... Я в троговом, и там был просто черноэкранный стоит. Теперь он включен. Теперь он везде включен, там, где это возможно. Я закину вовсе в папки. Так, составчик наш. Улиция. Расторан. Сидячий паскарты. Открывай попадание. Машинист поезд 181 на пироботистанции Курск. Ответьте дежурному по станции. Слушаю. Машинист 81-го поезда на первом пути станции Курск-Степанов. Курск ДСП-Митрофон. Открывай вам уютный НМ-1 и выходной НМ-1 с первого пути. Открывайся по расписанию. Взрыв вам пути. Понятно. Маршрутный НП-М-1 и выходной НМ-1 станции Курск открыты. Отправляемся по графику. Машинист поезда 81-Степанов. Верно. Выполняйте. ДСП станции Курск-Митрофонов. Звучит. 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 Извучит. По ходовой все хорошо. Замечаний нет. Хорошо. Готовься к отправлению. Минута готовности Слева никого нет, сигналов нет На светофоре зеленый Блин, я опять забыл Но я обязательно выучу, я обещаю Боже, мне поможет Я с тебя худею Что сложного, студент? Как чупчик, что вижу, о том и пою Слушай внимательно и запоминай Слева и права по поезду без замечаний Сигналы остановки с поезда и перона не подаются Локомотивный зеленый Маршрутный светофор с первого пути зеленый Маршрут в пределах видимости Приготовлен правильно Скорость не более 25 км в час Отправляемся Что-то очень быстро Вся звука пришла Ладно, так, пока включим фары Уважаемые патологи Будьте внимательны и осторожны А вот, на третьем он стартует Поэтому Машины с первой жизни Не тянутся к выходному Они останавливаются Электроузом В конце вот этой вот плитки Опоздание, наверное, смотрите, что тут верят От пути От пути в передний токов приемник Либо грузовой, либо электричка Сейчас у нас не случится Я думаю опаздывать Или это так Дима просил Не знаю Вот так Вот так По-моему, у нас по страну Сейковску 80 Но никак не 25 Не знаю Хотя я сейчас недавно на каниковых Ездили в Курчатов На Орлане И он еле-меле пьелся Вот так Серьези Морк Ограничений не более 40 Выполняю Авиационарий делаю Описание Сидор Саня Озвучки тут обещается Много Даже не обещается Короче Интересный, наверное, сценарий Вот так Впереди Мод Впереди Путепровод Скорость не более 100 Выполняю Впереди 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 Езжаем на юго-восточную железную дорогу Что день грядущий мне готовит? Я знаю Это Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина Правильно, молодец студент Пошли, что ты кидал Какой он сценарий Кидал 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 робот тормозок скорость не более 120 выполняю впереди станция в 레몬 module Продолжение следует... 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 скорость не более 115 выполняю робот тормозил кр alte коколом оборону эта borrowing Matte мод Впереди платформа. Свисток. Впереди переезд. Свисток. Впереди выгодопровод. Впереди выгодопровод. Впереди выгоды. Свисток. Впереди petrol. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Машинист поезда номер 81, следующий полевую, отсеки дежурной подстанции. Слушаю, машинист 81, Степанов. Дежурная подстанция полевая, Агнатенко. Сейчас будем проверять речевого информатора устройства КТСЦ. Прошу подсказать слышимость. А что, позже нельзя проверить? Я в КТСЦ езжаю. Позже не можем, механики спешат на электричку. Ну, хорошо, проверяете. Внимание! Машинист нечетного. К станции полевая, КТСМ. Предупреждение. Внимание! Машинист нечетного. К станции полевая, КТСМ. Предупреждение. Внимание! Машинист нечетного. К станции полевая, КТСМ. Тревога. Переезд. Переезд. Внимание! Машинист нечетного. К станции полевая, КТСМ. Тревога. ДСП станции полевая. Речевой информатор слышно хорошо, отчетливо. Никакого никуда не было. Спасибо. По КТСМ проследовали без замечаний. Частливого пути. Держанная по станции полевая, КТСМ. Понятно. По КТСМ проследовали без замечаний. Николай Михайлович, а что это было? Это, дорогой студент, речевой информатор устройства КТСМ, которое оповещает о проблемах в нашем составе. Сейчас это была проверка, так что расслабься. А что такое КТСМ? КТСМ расшифровывается, как комплекс технических средств многофункциональный. Это прибор безопасности, который контролирует кучу параметров подвижного состава на ходу поезда. И заметь, бесконтактно. Например, измеряет температуру буксы, выявляет заторможенные подвижные единицы. Специальный комплекс контроля дефектов на поверхности катания колес выявляет ползуны, навары, неравномерный прокат. И при этом КТСМ считает подвижные единицы, оси, определяет сторону нагрева. И все это ради того, чтобы поезда могли безопасно двигаться по сети дорог. По полевой входной открытии скоростью более 100. Выполняю. А что за информацию передал вам ваш речевой информатор? Я ничего не понял. Предупреждение? Тревога? Здесь все не так сложно. Любое нагретое тело излучает инфракрасное излучение. Ученые придумали специальный прибор, который измеряет уровень инфракрасного излучения. Назвали его баллометр. Этот прибор и измеряет температуру корпуса буксы с задней ее части. Далее КТСМ расшифровывает сигнал нагрева и переводит его в определенный относительный уровень. Один уровень равен 6 градусам. То есть КТСМ, настроенный на выявление нагрева буксы 120 градусов, даст сигнал тревога 1 при 20 уровне нагрева. Это сильный нагрев, но не критический. И поезд может проследовать до ближайшей станции для осмотра неисправного вагона. При этом речевой информатор скажет КТСМ предупреждение. Но если букса нагрелась очень сильно, примерно с 36 уровня, а это более 200 градусов, КТСМ вырабатывает сигнал тревога 2. И машинист должен аккуратно, с служебным торможением, остановиться на перегоне и осмотреть неисправный вагон. А далее принять решение, может ли вагон ехать дальше. И вот здесь речевой информатор уже скажет КТСМ тревога. А кто будет принимать решение и осматривать вагон? Я же пока ничего не понимаю. Да, вот поэтому не так давно приняли решение, что осматривать состав обязан более опытный работник, то есть машинист поезда. А ведь раньше, когда я был таким же юным, как ты сейчас, бегали по составу, осматривали и выявляли неисправности вагонов помощники машинистов. А решение о дальнейшем следовании грузового поезда принимает машинист. Ну а в пассажирском поезде машинист вызывает начальника поезда для совместного осмотра. И решение уже принимает начальник поезда. А если мы не сможем ехать дальше, то что делать? Во-первых, здесь несколько вариантов развития событий. Нагрева и ни странности нет. Все хорошо, и мы можем ехать дальше с установленной скоростью. Все не очень хорошо, но мы можем ехать с определенной скоростью, которая прописывается в инструкции до ближайшей станции, где будем ждать вагонников, которые осмотрят вагон и примут решение, что делать дальше. Или отцеплять вагон, или ехать дальше, с какой скоростью, возможно, с остановками и осмотром буксы на каждой станции. Или самый плохой вариант. Это все совсем плохо, и мы не можем двигаться дальше. Тогда стоим на перегоне, ждем вагонников, которые опять после осмотра решат, что делать дальше. Что за этим перегоним график очень сложный, но через две минуты может быть шумаковым. Это же надо. Такой хороший прибор ты. Да. А ведь начиналось все в 50-х годах прошлого столетия на Урале. Тогда еще в славном городе Свердловске. Собралась группа ученых-энтузиастов и решила создать прибор, который будет измерять температуру букс автоматически, без привлечения человека. Тем самым повысить безопасность движения поездов и сократить расходы на частую остановку поезда для осмотра букс. Тогда почти на каждой станции были свои осмотрщики вагонов. Результатом их совместного труда в 1964 году стал первый прибор из семейства аппаратуры средств контроля под названием ANAP-1. И расшифровался он как прибор обнаружения нагрева аварийных букс. Это был прорыв в области диагностики подвижного состава на ходу поезда. В связи с отсутствием нужных современнейших приборов и компонентов, его собирали из доступных в общей промышленности элементов, а все современные разработки и приборы тогда были засекречены, потому что шли на оборонку. ANAP-1 был собран на лампах и полупроводниковым балометром. Все было до того кустарно, что балометр был подвешен на полной камере на резиновых растяжках для защиты от вибраций. Испытания PANAP-1 проводились на станции Кузина Свердловской железной дороги, а всего было сделано два опытных образца. Ребята не остановились и далее в 1967 году был выпущен PANAP-2, в котором стали применяться транзисторы. Балометр был уже подвешен на пружину. Опытные образцы испытывали в суровых условиях западно-сибирской железной дороги. Всего было выпущено порядка двухсот штук приборов PANAP-2. Но нет предела совершенству и в 1970 году был сделан PANAP-3. Он кардинально отличался от своих предшественников тем, что практически не имел электронных ламп. Появился первый электронный балометр BP-1-2 с германевой линзой, который был заключен в приемную капсулу, установленную на резиново-металлических амортизаторах. В серию он пошел в 1972 году и до 1986 года было выпущено около 2500 комплектов. Это была очень простая в обслуживании надежная аппаратура, что ее так долго выпускали. И кстати, где-то в 80-х годах для PANAP разработан был краскометчик неисправных вагонов, который краской помечал неисправные буксы. Они работали так долго, что я их застал еще в 90-х годах. Но и на этом не остановились уральские мастера из той же лаборатории. И в 1982 году создают абсолютно новый продукт под названием DISC. Дистанционная информационная система контроля, которая была уже выполнена на микросхемах 284 и 155 серии. Введены дополнительные напольные камеры, которые определяли заторможенные вагоны. Информация выводилась на печатные машины, которые позже заменили принтера и ЛМ. В 1991 году была разработана концепция многопроцессорной системы с использованием микро-ЛМ, которая была реализована в системе контроля пятого поколения DISC-2. В 2000 году разработаны и освоены производством комплекты технических средств для модернизации PANAP и DISC KTSM-01. КТСМ были выполнены на многопроцессорной элементной базе, а также начал использоваться компьютер. То есть напольные камеры оставались старыми, а аппаратуру заменили микропроцессоры и компьютера. С 2001 года был принят в эксплуатацию многофункциональный комплекс КТСМ-02 уже с собственными малогабаритными напольными камерами, которые крепятся на подошву рельса. Применение микропроцессоров помогло объединить все устройства в одну сеть и отслеживать, как определенный вагон прошел по всем устройствам КТСМ и при негативной динамике дать команду на остановку поезда и осмотр вагона, даже без сигнала тревога-1. Вот примерно такой эволюционный путь наших средств контроля. Круто. Буду знать. И стоп. Впереди платформа. И стоп. И стоп. И стоп. ГРУСТНАЯ ЗАСТАВКА ГРУСТНАЯ ЗАСТАВКА Внимание! ГТСС! 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 Впереди переезд. Впереди платформа. Впереди мост. Блин, тревога есть что ли? Внимание! Машинист Нечерного к станции Шумакова. КТСМ. Предупреждение. Внимание! Машинист Нечерного к станции Шумакова. КТСМ. Предупреждение. Машинист Нечерного к станции Шумакова. Слушаю, машинист 81-го Степана. В вашем составе 6-й подвижной единицы. Четвертая оси справа. Устройство КТСМ показало нагрев буксы. Уровня тревога 1. Перекрываю вам входной. Открываю маршрут на третий путь на остановку. Выходной сигнал закрыт. Проход подскажу. Осматривайте неисправный вагон. Закладывайте. Шумакова. Какой уровень нагрева и признак? Сбоя по счету не было? Тревога 1. 24 уровень. Нагрев буксового узла. Сбоя по счету не было. Понятно. Показание КТСМ в шестой подвижной единице. Четвертая оси справа. Уровень тревога 1. 24 уровень. Нагрев буксового узла. Принимайте на третий путь на остановку для осмотра. Выполняю. Машинист 81-го Степана. Начальник поезда номер 81. Ответьте машинисту. Слушаю. Начальник поезда номер 81. Егоров. КТСМ показал нагрев буксов в шестой подвижной единице. В четвертой оси справа. Заезжаем на станцию. Буду производить осмотр. Подходите. Понятно. Шестой подвижной единице. Четвертая оси справа. КТСМ показал нагрев. Тревога 1. Останавливаемся на станции. На сейчас пойду для совместного осмотра. Начальник поезда номер 81. Егоров. Предходной желтый мигающий. Вижу. Зачем вы спрашивали про уровень, признаки сбой по счету? Уровень нужен для того, чтобы примерно определить температуру нагрева. Признак, чтобы определить, осматривать буксов или тормоза. А если формация пришла со сбоем по счету, то мы не можем быть уверены, в каком вагоне неисправности. И обязаны осмотреть все вагоны со стороны неисправности. А если неисправность с обоих сторон, то значит весь состав с обоих сторон. Для этого мне и нужна была дополнительная информация. Локомотивный. Вижу. Локомотивный желтый. Внимание. Здесь желтый. Впереди газопровод. Входной по станции. Скорость Шумакова два желтых. Скорость по стрелкам на третьем пути не более 40. Неправильно. Входные стрелки при показаниях КТСН. Проследуем не более 20. Так, все понял. Вот такая вот история получилась. Что-то там, хотя сам показывать нам неправильно. Впереди переезд. Звук вопрос. Внимание. Белый. Вот это чувство опоздания будет. Вот это чувство опоздания будет. Внимание. На локомотиве. Вижу КЖ. Выходной с третьего пути красный. Возвольте ability. Возвольте отличные. Возвольте лов�를 потерянную. Отключи тягу. Тянем, тянем к выходному. Ждем сигнал дежурный. Внимание! Торможение до остановки. Внимание! ЗВОНОКОЙ ЧАСТКИ Машинство 81 по Шумакова. Есть проход по третьему пути. По- handler по Шумаковой есть проход! торможен проверь давление тормозных цилиндрах в обеих секциях сейчас пойдем чинить наверно сиди в электровозе ничего не трогай жди меня выходим пошли смотреть первую лагу второй вагон третий вагон четвертый четвертая осень добрый день букса холодная я по пути осмотрел второй третий вагон там тоже нагрева идем осматривать два следующих вагона хорошо идем смотреть дальше пятый вагон шестой вагон здесь все буксы холодные нет нагрева верно нагрева нет принимайте решение нет нагрева а сейчас солнце светит как взбесилось наверное блик поймали можно срабатывать едем дальше соглашусь светит как взбесилось возможно блик едем дальше только по дороге номер вагона срисую идем назад так номер вагона 001 022 02 вот так вот ух это неприятности сейчас придется нигде не играть вот так вот вот это и там он Продолжение следует... ДСП станции Шумакова. Ответьте машинисту 81-го. Слушаю ДСП станции Шумакова. Кисель. Запишите номер вагона. 001-022-02. Совместно с начальником поезда был осмотрен четвертый вагон с правой стороны. Нагрева и неисправности буксового узла не обнаружено. Далее были осмотрены по два смежных вагона в обе стороны. Нагрева также не обнаружено. Начальник поезда предположил, что яркое солнце отразилось от корпуса буксы и спровоцировало показания КТСМ. Едем дальше. По показаниям следующего КТСМ сориентируемся. Понятно. Предположительно яркое солнце отразилось от корпуса буксы и спровоцировало показания КТСМ. Начальник поезда принял решение ехать дальше. Номер неисправного вагона 001-022-02. Машинист Степанов. Открываю вам на выход. Счастливого пути. ТСП станции Шумового киселя. Объявляю минуту готовности. Слева по поезду без замечаний. Сигналы остановки с поезда не подаются. Локомотивный зеленый. Выходной светофор зеленый. Маршрут в пределах видимости приготовлен правильно. Скорость пострелки не более 40 км в час. Понятно. Слева и права по поезду без замечаний. Сигналы остановки с пути и поезда не подаются. Локомотивный зеленый. Выходной светофор с третьего пути зеленый. Маршрут в пределах видимости приготовлен правильно. Скорость пострелки с третьего пути не более 40 км. Отправляемся. Тут по правилам с первой позиции начнем натягивать поезд. Точнее уже натянули. На здании 8 минут. Отпусти. Передний докоприятий. Скорость пострелкам не более 40 км. Выполняю. Шумакова, спроси. Диспетчер будет давать приказ на нагло? Диспетчер сказал, что у вас разрешенная скорость 140. До Белгорода должны нагнать. Плохо. Катастрофа. Минут 10 плюс на 0. Так что если хотим к обеду попасть в Белгород, придется поднапрячься. Впереди зеленый. it's time. Впереди зеленый. Это согласен. Норманный газный. Готовый подолодающий. Готовый подруг. Нормальный пункт. скорость не более 100 выполняю страшный скорость не более 140 выполняю круто 120 градусов это же горячей кипит нет температура корпуса букса гораздо меньше опытным путем было вычислено соотношение температуры корпуса снаружи и внутри букса это как взять градусники и измерить температуру кожи человека на поверхности она будет всего около 30 градусов хотя все знают что температура внутри человека 36,6 считается что температура корпуса букса выше 60 градусов указывает на явную неисправность 60 градусов рука человека не терпит значит трогаем буксу рука терпит едем не терпит вызываем вору «выне 30 лет» «выне 30 лет» «последиум» «всюм» 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 С таким графиком есть высокие скорости, но тут после Шинакова это будет неудобно. Итог. Максимальная позиция, максимальный шуток. Впереди переезд. Впереди платформа. Итог. Скорость не более 155. Выполняю. Внимание. ГТСМ. Охренеть, тревога дважды. Внимание. Машинист нечетного. К станции Солнцево. К ТСМ тревога. Внимание. Машинист нечетного. К станции Солнцево. К ТСМ тревога. К ТСМ тревога. К ТСМ тревога. К ТСМ тревога. Трезвый уровень. Тревога дважды. Эти дважды. Эти тревожный уровень. Останавливаю вам входной. Осмотрю неисправный вагон. Накладывайте. Понятно. В 15-й подвижной единице ТСМ показал нагрев буксового узла. Тридцать девятый уровень. Тревога дважды. Останавливаюсь на перегоне для осмотра. Машинист Степанов. Верно выполняйте ТСП станции Солнцева Гретова. Начальник поезда номер 81. Ответите машинисту. Слушаю. Начальник поезда номер 81. Егоров. КТСН показал нагрев буксового узла в 15-й подвижной единице. Третья оси справа. Уровня тревога 2. Останавливаемся на перегоне. Подходите к 13-му вагону для совместного осмотра. Внимание! Пойдем. По 15-й подвижной единице. Продвинуть давление тормозных цилиндров в обеих текстах. Останавливаемся на перегоне. Сейчас пойду для совместного осмотра. Начальник поезда номер 81. Егоров. Внимание! Слушайте все! Я машинист поезда номер 81. Степанов. Остановился по показанию КТСН. Тревога 2. На 588-м километре. Несчетного пути перегона Шумакова-Солнцева. Будьте бдительны! Сиди в электровозе. Ничего не трогай. Жди меня. Выходим. Пошли смотреть. Пойдем. По 5-25. Теперь, наверное, уже будем чинить. До 13-го года был. Кто-то не говорил. На счетах будет больше опозданий. Первый вагон. Второй вагон. Третий вагон. Третий вагон. Третий вагон. Шестой вагон. Седьмой вагон. Восьмой вагон. Девятый вагон. Десятый вагон. Одиннадцатый вагон. Двенадцатый 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 вагон. Продолжение следует... 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 Объявляю минуту готовности. Слева по поезду без замечаний. Сигналы остановки с поезда не подаются. Локомотивный зеленый. Понятно. Слева и права по поезду без замечаний. Сигналы остановки с пути и поезда не подаются. Локомотивный зеленый. Отправляемся. Впереди станция. Отпусти передний токоприемник. 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 «Балахольный». Вот как теперь дальше ехать без баллонов? Я? Я и не знал. Мне никто не сказал. А что в черных баллонах? Как что? Закиси азота. Да. Жаль, что нету. А может, все-таки невнимательно посмотрел? Нет, баллона я не видел. А что? А зачем нам закиси азота? Как зачем? Сейчас бы «Форсаж 10» сняли. Жаль. американская киноакадемия выдохнула оскар точно наш был скорость не более 140 выполняю впереди газопровод впереди платформа они рубанут ли мне чайку машине с поезда номер 81 следующий в сараевку выходной выходной вам открыть и станцию проследуем на ходу т.с.п. захарова как поняли повторите ответь спасибо 81 у вас в кабине все хорошо сараевка в кабине все нормально входной выходной открытый спасибо что следуем на ходу машинист 81 степана скорость не более 100 выполняю скорость не более 140 выполняю студент запомни принцип переговоров по поездной радиосвязи это прием передачи важной информации ненужную информацию в эфир передавать запрещено а это значит вся информация в эфире важная и игнорировать ее запрещается дежурная передает нам информацию о порядке проследования станции маршруте приема о наличии особых условий о изменении ситуации предупреждений значит дежурная передает информацию мы ее приняли и обязаны повторить сообщение дежурная по ответу оценивает полноту и правильность восприятия информации если мы отвечаем неполно сбивчиво то дсп обязана поправить нас еще раз передать информацию пока не поймет что мы восприняли информацию правильно так что запомнил вызов получение информации восприятие повтор информации только так кратко точно лаконично будет знать впереди путепровод впереди путепровод входной станции сараев открыт скорость не более 80 выполняю большая станция сараевка стоянки нет сараевки ветка уходит на старый оскол и далее на воронеж уникальная ветка зачем же она так уникальна длина этой ветки 95 километров решение о строительстве было принято в 1943 году перед курдским танковым сражением прохоровки а уникальность ее в том что ее построили и запустили в эксплуатацию всего за 31 день а стоянки нет зато есть поржаве и прохоровки впереди платформа сараевка у тебя на станции путейцы бессмертные или у них по 9 жизней что случилось путейцы нарушают требования безопасности следует модероном по соседнему пути на сигналы не реагирует по приезду буду писать рапорт пожалуйста не надо рапорт я сейчас сама вставлю мало не покажется бедные путейцы это вставить мало не покажется скорость не более 140 выполняю боя у нас жира длинный жир 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 Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok еще минуту скалоли долететь продолжить от пути передний токов приемник скорость по стрелкам не более 40 выполняю внимание белый ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Впереди Впереди Витал Впереди 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 Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДСП станции Прохоровка-Калашникова Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Маршрут в пределах видимости ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Конец опасного места Конец опасного места ДИНАМИ ДИНАМИ Скорость на более 90-х А сейчас будем проезжать платформу Звонница Рядом с платформой находится Государственный военно-исторический музей-заповедник Прохоровское поле Который представляет собой территорию с мемориальными сооружениями и памятниками Главным в этом мемориальном комплексе является памятник Победы Звонницы который можно увидеть с поезда Высота Звонницы составляет 59 метров Внутри под куполом располагается набатный колокол массой 3,5 тонны Высота фигуры на вершине Звонницы составляет 7 метров 12 июля 1943 года под Прохоровкой во время Курской битвы разыгралось крупнейшее во второй мировой войне и во всей мировой истории танковое сражение С обеих сторон участвовало до тысячи танков самоходных орудий артиллерия и авиация В истории страны Прохоровское поле называют третьим ратным полем России наряду с Куликовским и Бородинским Прохоровское сражение развернулось на южном участке Курской дуги куда германское командование решило направить главный удар Немцы бросили в наступление лучшие свои силы 2-й танковый корпус СС в который входили элитные дивизии Мертвая голова Рейбштандарт Альдольф Гитлер и Рейх 11 июля броневой клин в составе 300 танков и штурмовых орудий прорвал две линии укрепления советских войск и вышел к третьей что была создана в 10-ти километрах юго-западней столицы Прохоров Ценой больших потерь войска Красной Армии остановили немцев и перешли в контрнаступление Результатом танкового сражения под Прохоровкой стали значительные потери танковых сил германской армии и провал немецкого плана на Курской дуге от цитадель Танковое сражение под Прохоровкой явилось прологом к разгрому немецко-фашистских войск в Курской дуге которое длилось с 5 июля по 23 августа 1943 года и которое стало переломным событием во всей Второй мировой войне это столкновение механизированных частей Красной Армии и фашистской Германии по сей день считается самым крупным танковым сражением в истории войны «Скорость не более 135» Выпомнили! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди мост. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! КТСМ! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди переход. Впереди мост. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди переход. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНОВАНИЧНАЯ МУЗЫКА Впереди ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Выполняю. Машинист поезда 81, ответит из Фасанса, Пеленихина. Господи, что ж там случилось? Слушаю, машинист 81, Степанов. Открываем вам входной сигнал Н и выходной Н1, станцию проследуем на ходу. Счастливого пути, ДСП станция Беленихина-Куликова. Понятно, сигналы по первому пути открыты, станцию Беленихина проследуем на ходу. Подскажите, как проследовали по КТСН? По КТСН проследовали без замечаний. Принял, спасибо. Веток. Я уже сплывался. У нас тут 116 стоит ограничение скорости. Не правильно, слушай. Впереди станция. А вот это не так. Да, это куда хотелось бы в 1841-м покинуть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Виленикина, входной открыт, скорость не более 120. Выполняю. Внимание! Машинист нечеркно. Станция Беленихина. КТСМ тревога. Внимание! Машинист нечеркно. Станция Беленихина. КТСМ тревога. Впереди платформа. Машинист поезда 213-го, отъедет дежурный, поздно Цебеленихина. Слушаю. Машинист 203-го поезда ВВ-11М, 478, машинист Матвеев. ТСБ станции Беленихина-Куликова. В ваших составе 36-й подвижной единицы, 2-й сей с обеих сторон устройство КТСМ показало нагрев букса уровня 3-го В2. 39-й уровень нагрев буксового узла имеет признак сбоя по счету. Перекрываем обходной сигнал, остановка на перегоне. Осматривайте весь состав с обеих сторон, докладывайте. Понятно в показаниях КТСМ тревога 2, 36-й подвижной единицы, 2 ес сей с 됩니다, уровень нагрев букса. Имеется признак сбоя по счету. Устанавливаюсь на перегоне для осмотра. Выполняю ВВ-11М, 478, машинист Матвеев. Верно выполняйтесь, ДСБ станции Беленихина-Куликова. Да, не повезло ребятам. Продолжение следует... 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 Скорость не более ста двадцати. Выполняю. Сажну более ста. Выполняю. Продолжение следует. Впереди платформа. Впереди переезд. Впереди платформа. Скорость не более 140 Выполняю Робот тормозов Впереди платформа Месток Впереди переход Впереди переезд Впереди Впереди Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 По беломестной входной сигналы сборки более 100. Понятно, беломестная на вход 100, на выход 80. Выполняю. Бережи морд. Бережи морд. Впереди платформа. Беломестная, более 80. Выполняю. Впереди платформа. Впереди переезд. Что там с предупреждениями? Белгород. От входного Н до стрелки минув 65. Скорость не более 60. От 65 до 105 стрелки. Скорость не более 40. По съезду 105 и 7 не более 25. Скорость не более 120. Выполняю. Машинист поезда 81. Следующий в Белгород. Ответьте дежурной по станции. Слушаю машинист 81. Степанов. ДСП станции Белгород-Васюково. Не торопимся. Следуем по удалению. Грузовой затягивает Северный парк. Потом буду принимать вас на третий путь Центрального парка на остановку. Понятно. Не торопимся. Следуем по удалению. Машинист 81. Степанов. Верно. Выполняйте. ДСП станции Белгород-Васюково. Езжаем в город Первого Салюта. Вы же говорили в Орле, что езжаем в город Первого Салюта. Все правильно. Город Первого Салюта – это неофициальное название городов Орел и Белгород, которые были освобождены 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы от немецких захватчиков. Город Орел был освобожден утром, а Белгород – 18 часов по местному времени. По приказу Ставки 5 августа 1943 года в Москве был дан артиллерийский салют войскам, освободившим Орел и Белгород. Этот салют был первым за время Великой Отечественной войны. Поэтому за Орлом и Белгородом закрепилось название «Город Первого Салюта». Вот так. Труто. Бог и знает. Внимание! Жатая цепь. Внимание! Впереди звезды. Впереди плее. Впереди платформа. Белгород Платьяне. Впереди плее. Впереди плее. Белгород Топино. Труто. Впереди плее. Впереди плее. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. внимание впереди желтый локомотивный вижу локомотивный желтый повторительный зеленый вижу маршрутные два желтых, верхний вмигающий вижу ограничение не более 40 выполняю скорей всего я график комплирую не надо в самом деле полосы может может он впереди путепровод по стрелкам не более 25 выполняю 25 снизить платформа внимание белый что не не платформа маршрутный по третьему пути желтый? вижу желтый не знаю, как получилась какая-то смотри, все Внимание! Впереди желтый, локомотивный, вижу, локомотивный, желтый. Впереди переход. Впереди выходной с третьего пути красный. Впереди следи красный, отключи тягу. Внимание! Тормозение до остановки. Тормозение до остановки. Тормозение до остановки. Внимание! Электровод заторможен. Тормозение до остановки. 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 Белгород, дежурная по станции. Ответьте машинисту 81-го на третьем пути. Слушаю дежурная по станции Белгород, пассажирский Васюков. На третьем пути электроус ЧС-7-267, машинист Степанов. Отцепились от состава. Поезда номер 81. К маневрам готовы. Понятно. Машинист ЧС-7-267 Степанов. Открываю сигналы от Н-3 с третьего пути за М-10. Выезжаем, меняем кабину, докладываем. Понятно. Открываете сигнал Н-3. Выезжаем за М-10. Меняем кабину, докладываем. Машинист ЧС-7-267 Степанов. Верно. ТСП станции Белгород, Пассажирский Васюков. Внимание. Впереди трассный. Отпусти передний токоприемник. Сейчас выйдем в депо и все. О, пантограф пропез. А, я ниже 20 еду скорость. А выше 20 надо включать. Думаю. 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 Машинист поезда 19, а сброси побережье. 19, 22, 30. Побережье Коденское, входной открыт на первый путь. Ейте поудалению. Увели мох этот поезда график. Даже признали на две минуты раньше прибыли. Подтвердите бдительность. Удаление мобила. Не торопимся. Вот наш М10. Заезжаем за светофор, останавливаемся и меняем кабину. О. Ага. Внимание! Электровод не тормозен. Проверь давление в тормозных цилиндрах в обеих секциях. Внимание! 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Запускаем. По тормозам пробовали, работает. По тормозам пробовали, работает. Готовы следовать депо. Машинист ЧСМ-267 Степанов, открываю вам маршрут по второму пути в депо. Сигналы М10, М38, М67 открыты. Разрешаю вам проследовать сигнал ЧМ-2 с запрещающим показанием. Понятно. От М10 сигналы открыты по второму пути в депо. Разрешаете проследовать ЧМ-2 с запрещающим сигналом? Выполняю. Машинист ЧСМ-267 Степанов. Дежурная по станции Белгород, пассажирский Васюково. Дежурная по станции Белгород, пассажирский Васюково. Отпусти передний токоприемник. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Как бы лага никого не случилось, нас сейчас обратно под состав не закинули. Прямо. Мы должны ехать прямо. Ничего тогда так далеко заезжали. А, мы сейчас вот тут проедем прямо, а потом объедем. Уже на симулятор типа не может ждать пучу прочитать. Сейчас нас еще влево скинут, мы гоним прямо там. Где нет депо, но как раз будет на пути ехать. Или по правому. Да, прямо едем. Ну и направо скинули. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Вот он наш состав. Эх, чуть-чуть не поместился. Ну ладно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Украинский. Электроуз покинутый, заброшенный. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Проблема... По подъездным путям скорость не более 10 км в час... Продолжение следует... 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 Пойдем отдыхать. Спасибо, кто досмотрел до конца, пожалуйста, подпишитесь на мой канал и поставьте лайк, ну всем удачи тогда, всем пока, я пойду обиду.